Урок 6. Результаты обследования. Результаты обследования рассчитываются после прохождения любого типа обследования – мониторинга, биоуправления, игрового биоуправления. Отличие состоит в количестве сессий, они обозначены номерами слева. Мониторинг – одна сессия, биоуправление – это 5 сессий, то есть у нас здесь было бы 5 розочек, и игровое биоуправление – 3 сессии. Динамика тренинга строится только для биоуправления и игрового биоуправления. Раздел ВРС содержит вкладки ФПГ, фотоплетизмограмма, кардиоинтервалограмму и скатерограмму. Цифрами с левой стороны вкладки сверху вниз обозначается номер сессии. Выбрав номер сессии, можно перейти к изучению результатов этой сессии. Список сессий внутри одного обследования возможен только если обследование проводилось в режиме биоуправления и игрового биоуправления, а в режиме мониторинга списка сессий нет, так как каждое обследование проводится отдельно. Вкладка ФПГ содержит сверху запись пульсовой волны, а снизу график кардиоинтервалограммы и скатерограммы. На записи пульсовой волны вертикальными маркерами, это вот здесь, вот эти вертикальные линии, обозначаются пики пульсовой волны. Пики пульсовой волны выделяются программой автоматически. В случае возникновения артефактов на записи, их можно отредактировать вручную. Для облегчения поисков артефактов, программа автоматически выделяет желтым цветом. Редактирование маркеров. Для того, чтобы изменить положение маркера, подведите к нему курсор. Обратите внимание, меняется его внешний вид. Нажмите левую клавишу мыши и, не отпуская ее, подведите маркер в нужное место. Для того, чтобы удалить лишний маркер, как вот, допустим, в этом случае, мы с вами видим, что он стоит не на пике пульсовой волны, мы просто ставим маркер, курсор на маркер, нажимаем правую кнопку мыши и выбираем «Удалить маркер R зубца». В случае, когда нам нужно исключить интервалы, то есть как вот здесь, в случае экстрасистолы, мы наводим в любое место интервала мышку, правой кнопкой нажимаем, выбираем «Исключить из обработки RR-интервал» и исключаем его из обработки. График кардиоинтервалограмма показывает изменение ритма сердца в течение времени. На данном графике хорошо видны артефакты, и щелчок клавиши мыши по найденному артефакту, допустим, давайте вот здесь, перемещает на соответствующий отрезок на записи пульсовой волны для быстрого перехода к редактированию. График кардиоинтервалограмма позволяет нам контролировать наличие артефактов и также заметить нетипичное расположение сердечного цикла. Вкладка «Индексы». В данной вкладке содержится уровень жизненных сил, интегральный показатель, учитывающий другие наиболее важные индексы, индекс величина мобилизации жизненных сил, показатель, характеризующий способность организма адаптироваться к меняющимся внешним и внутренним условиям, скорость износа сердца, показатель скорости изнашивания сердечной мышцы на текущий момент, именно на текущий момент, а не на общий износ сердца. Эта величина зависит от соотношения процессов мобилизации и восстановления. И индекс уровень напряжения в сердце отражает степень влияния стресса на организм. Все индексы снабжены всплывающими подсказками, поясняющие физиологическое значение вычисленной единицы. В следующем уроке мы изучим, как работает функция синхронизации.